доброе утро дорогие друзья по моему воскресенье 30 июля уже пролетел июль опять видео из сюжетов в общем все что снимала в течение нескольких дней вставлю в этот ролик соберу такую сборную солянку наверное так и буду снимать в дальнейшем потому что снимать по какой-то теме вот чисто по теме как раньше был там мастер-класс вяжем что-то сегодня там эти ряды там или показываю соединение или узор как понимаете деревенская жизнь вносит свои коррективы поэтому буду снимать все и конечно же показывать вам вот так на собираю несколько сюжетов покажу так что сегодняшнее видео тоже будет сборная солянка и на праздники с вами побываем и огурчики закроем сейчас я расскажу вот как делала я этот короб и заодно проверим сухо ли там все или правильно я сделала герметично потому что вчера у нас целый день лил дождь ой ну вообще все мокрое сейчас вместе с вами откроем и посмотрим как там в этом коробе поживают мои пледы подушки и так далее посмотрите как вода капельки воды лежат на столе ничего не впитывается у меня здесь в руках тряпка это дело все уберу в общем по видео вы видели что столешница здесь скажем родная не очень прессованная бумага и я прежде чем укрывать стол рейками вы видели что я его оклеивала скотчем думала думала как мне защитить столешницу ну потому что между рейками как вы понимаете может пройти вода и смысл этого всего тогда никакого смысла то есть столешница внизу будет разбухать поднимать рейки и это получается будет мартышкин труд так вот я думала сначала покрасить покрыть пленкой а потом пришла идея ну что заклею я скотчем в два слоя причем я изначально сразу все покрыла а потом по мере продвижения крепления рек в общем клеила еще второй ряд очень и потом закрывала рейками так что я надеюсь что все со столешницей будет хорошо и стол прослужит долго согласитесь очень красиво смотрится и лежачок вот весь мокрый вот он этот короб сверху мы видим тоже вода давайте посмотрим что внутри сейчас я попробую открыть а внутри вы видите что все сухо и комфортно а видите внутри я клеила до клеенка которая лежала на столе весь короб оклеен внутри дно и стенки вот такой клеенкой ну чтобы красивенько смотрелось теперь она на столе не нужна там у нас красивые речки а вот короб сделан из пеноплекса и чтобы закрыть пеноплекс я вот оклеила этой старой клеенкой так что все сухо все хорошо очень удобно все хранится на улице не надо бегать в дом закрыла можно сесть лечь кофеек попить в общем короб из пеноплекса я сначала окрасила фасадной краской прежде чем его рейками облицовывать вот вот этой фасадной краской который я красила цоколь дома ею покрасила пеноплекса вот вы видите внутри а потом сажала на саморезы и на клей рейки до рейки тоже сначала я окрашивала морилкой а потом клеила почему так вот все приходит с опытом если я стол делала ну как бы не окрашенные рейки вы видели я крепила и когда попадает клей на рейки получаются вот видите вот такие пятна конечно это только знаю я алёша говорит что так даже интересней но короб вот этот я сделала по то есть сначала покрыла морилка рейки а потом вырезала и облицовывала короб сегодня придут эти колесики и я попробую прикрепить колесики к этому коробу чтобы он ездил вот будет плиточка будет очень удобно да пригодились мне сейчас я открою сарай покажу вам вот эти маячки которые я покупала для плиточки вот они брала я вот эти два маячка вот они и чтобы они ну как сказать выставляла их прикладывала так скажем вот сюда вот вот так и потом продвигалась то есть прикрепила рейку маячки мне послужили вторую рейку опять передвинула маячки и мне не нужно было ничего вымерять все очень быстро я ну как быстро целый день то у меня ушел но все равно это ускорило процесс вот эти маячки для плитки мне очень-очень помогли собрать сделать вот этот город согласитесь получилось красиво монументально и кто бы мог подумать что этот короб основание его из пеноплекса в общем красота сегодня моя задача вчера я начинала там в промежутках когда не было дождя ой сколько котов ходила смотрите как кошачьи следы это наверное рыжуля приходила а дождь был я в доме сидела наверное кушать приходила просить миши нет вот здесь не утрамбованный песок сразу видно вот видите это я вчера привезла здесь выравнивала вот здесь дальше песок весь утрамбованный виброплитой и уже уже по-другому совершенно по-другому все это смотрится сегодня моя задача вот здесь вот навозить песка и начать уже засыпать здесь уже лишь прошелся виброплитой и уже можно засыпать песком поребрики стоят можно продолжать работать вот дальше останется купить сухую смесь и уже выкладывать плиточку какие же красивые кусты здесь хризантемок так разрослись буквально за год в том году мне кажется они поменьше были прям уже закрывается стена дома все цвели лилии надо будет потом немножко разрастутся лилия их пересажу а то хризантемы их уже вытеснили в общем погода радует сейчас где-то градусов 18-20 это очень хорошо не жарко сейчас буду переодеваться и пойду работать навела порядочек я полисадники вы видите весь этот все сидираты убрала земля стала друзья как пух вон целая куча лежит я ее не выбрасываю потом по огороду разбрасаю хорошее средство от проволочника вот я иду друзья смотрите я проваливаюсь земля просто как пух стали видны мои кусты жимолости кусты смородины какие-то не очень вот прям видно что болел кустик но все живые а вот этот очень хорошо пошел вот планирую я здесь друзья засадить всю эту делянку клубникой и возможно тогда может быть даже будет клубника и на продажу здесь хорошее место всегда солнечно земля здесь хорошая теперь и после сидиратов еще стало лучше плиточка это как раз уберется и здесь будет чуть ли не сотка на полсотки точно клубники это такие вот мои планы сначала хотела засадить цветами потом поняла что клубника дорогая ягода я тут как-то зашла на рынок хотела смородину купить свои нет думаю заморожу с сахаром так как клубнику и обалдела просто от цен такая коробочка пластмассовая но от шашлыка из-под шашлыка вот кто покупает останкинский шашлык те знают о чем я говорю короче там чистый вес в кило 700 и вот это кило 700 стоит 600 рублей это очень дорого поэтому клубника вообще самая дешевая 300 рублей было килограмм там видеть нечего так можно уже выставлять керосиновую лампу вот поэтому будем выращивать все свое и возможно продавать потому что это хороший заработок если вот засажу все в палисаднике клубника там где и будет очень много я поняла что у меня очень хороший сорт клубники как вы мне писали купчиха но я не знаю точно но вы видели что творилось в этом году с урожаем клубники и и было очень очень много и собирала я ее целый месяц она была вот рассказала вам о планах дальше смотрите сюжеты которые я снимала ранее может быть что-то сниму интересненькое что будет просто происходить в моей жизни для вас еще может быть сниму какой-нибудь сюжетик друзья решила поделиться с вами рецептом консервированных огурчиков соленых в зиму с горчицей ну подробно я рассказывать не буду значит на дно банки в смысле показывать не буду расскажу подробно на дно банки я кладу листья хрена и у меня есть такая роскошь как корень хрена строгаю корень хрена так ножом вот как карандаш мы точим вот так вот такие вот хлопья делаю несколько горошин перца душистого значит укроп зонтики можно даже уже высохшие тогда запаха получше лавровый листик и я еще кладу горький перец можно положить свежий но поскольку у меня свежего нет то я кладу вот такой вот перец красный чили очень хороший покупала у нас в пролетарском там кстати очень большой большой выбор специй ну это как говорится на ваш вкус если вы любите остренькое можно положить если нет проблемы там желудком можете не класть и я отрезаю жопки у огурчиков иногда их замачиваю иногда нет прям сразу мою и в банке в зависимости как у меня время позволяет один раз еще положила в одни банки зубчик чеснока порезала там пару зубчиков если это трехлитровая банка иногда не кладу чеснок в общем экспериментирую специи так скажем по вкусу затолкала потом огурчики с обрезанными жопками почему обрезаю жопки у них потому что но не место занимают мы же потом вытаскиваем огурчик все равно это отрезаем и вы знаете так достаточно много места вот когда я эти жопки выбрасываю так ощутимо а это все пространство ваших баночек то есть и экономия баночек из-под крана заливаю все это холодной водой потом выливаем воду меряю сколько у меня получилось литров и на 1 литр жидкости добавляю 2 столовые ложки с горкой соли можете положить немножко меньше ну горку поменьше так скажем сделать и оставляю их вот они сегодня я их залила и они у меня начинают бродить бродят они у меня здесь потом пенка такая получается эту вот они вот видите булькать начинают но это вот только-только я их заквасила эту пенку снимаю и через два-три дня сливаю этот рассольчик и добавляю порошок горчицы тоже на глаз на 3 литровую банку две ложки там столовая с горкой на баночку поменьше поменьше все на глаз друзья добавляю в этот рассол горчицу то есть слила огурцы в кастрюльку добавила горчицу и кипячу этот рассол потом я промываю эти огурчики просто холодной водой и я бланширую можно не бланшировать но я бланширую то есть я заливаю кипятком и пока у меня кипит рассол они у меня стоят еще баночки просто с чистым кипятком кипяток сливаю и заливаю вот этим рассолом с горчицей все закатываю крышка у меня здесь крышки винтовые у меня даже ключа этого нет не люблю я эти крышки которые ключом закрываются все банки у меня винтовые переворачиваю смотрю герметичность и все отправляю в погреб это такая красота вот те же самые огурчики у меня уже перебродили сейчас я буду их закрывать чем хорош этот рецепт огурчики они становятся мягкие и вот в баночках всегда всегда в баночках вы сейчас видите сколько у меня банок вот одна банка уйдет просто в пустоту когда они перебродят и баночка забивается потом то есть я в банку добавляю из другой банки огурчики их становится меньше после того когда они перебродили и банка получается хорошо хорошо набитая в этой трехлитровой банке там я не знаю сколько огурцов будет то есть после того как они перебродили баночка усаживается появляется место вот и я выбрасываю там вот на дне укроп вот этот уже он зонтики вот видите ну листья хрена там будут лаврушка все это можно уже в баночку не класть вот я сейчас чистенькие огурчики промою их этот рассольчик солью добавлю горчицу прокипячу и залью уже натолкаю вот эти вот мягкие огурчики понятное дело что они ну лучше так скажем войдут в банку нежели вот твердые и баночка получается полная полная красота прям классно и рецепт друзья бомбический я в том году попробовала этот рецепт и в этом году сказала я буду огурцы закрывать только так никакого сахара ни какого уксуса здесь нет только соль бродят и потом горчица горчица является консервантом как вы знаете и она не дает ну как это сказать но баночка будет целая не взорвется в общем вот такой вот рецептик так посмотрите как набита баночка я не посчитала но здесь очень много огурцов очень много ну а эту закрою как есть ну не оставлять же я столько огурцов не съем вот это все выбросу это не надо она уже все свою роль сыграла сейчас залью этим рассолом чтобы узнать сколько литров рассола у меня получилось все вот это все я выливаю лишнее и сейчас померяем сколько же литров сколько класть сахара ну почти литр почти литр значит положу две ложки ой сахара соли конечно же ну вот такие вот вот я поскольку литр не полный такой вот так положу все стану кипятить раз добавлю у меня есть вот такая горчица кстати в пятерке продается вот такая горчица порошок дешево очень дешево я уже не помню сколько копейки ну вот положу я наверное вот такую ложку я думаю что будет достаточно ставлю ставлю на плиту эту кастрюлю пусть кипит а я налью водички в кастрюльку и проблок здесь вода у меня для того чтобы про бланшировать хотя может быть это делать и не нужно но я бланширую а здесь вот рассол с горчицы сейчас это все закипит про бланширую потом залью этим же рассолом уже с горчицей в котором наши огурчики солились и все приятного аппетита зимой хочу с вами поделиться горьким опытом покупки соли все время покупала соль елецкую и она мне нравилась посмотрите что сейчас продали посмотрите какая чернота это просто какой-то кошмар вот для сравнения я сейчас сюда брошу белую соль чтоб вы понимали насколько вот эта соль грязная и что с ней теперь делать я конечно же не знаю забыла сказать вам что под банки нужно банки поставить в какую-то емкость либо тарелочка либо вот как у меня поднос потому что когда они будут бродить огурцы будет выделяться жидкости естественно чтобы она у вас не вытекала по всей кухне короче переложила я огурцы в двухлитровую банку и посмотрите как она набита во первых нет специй укроп там хрен уже специи все отдали при брожении в общем красота ходите жопки я обрезала и получил банки ну очень много огурцов очень сейчас про бланширую и залью закрою сейчас постоит буквально пять минут и еще один раз солью и залью сейчас они прогреются вот а потом уже будет эффект лучше от бланшировки после второго раза ну вот про бланшировала я два раза и залила вот этим рассолом в который добавила горчицу вот такой цвет получается очень вкусные огурцы еще даже рассол почему-то у меня и остался но может быть потому что я переложила в банке в банку двухлитровую две банки короче распределила теперь волшебной палочкой с магнитом которую мы делали в том году есть видео просто накрываю и закручиваю переворачиваю проверяю не подтекает ли хорошо ли я закрыла и все в погреб но они хранятся и без погреба у меня стояла банка правда в терраске там тоже прохладно но не так как в погребе хотя не знаю куда-то фокус пропал не буду утверждать хранятся ли они в квартире в шкафу но в погребе хранятся прекрасно попробуйте одну баночку проверите но на вкус они очень очень вкусные и как вы понимаете баночка получается но набита до отказа я посчитала в двухлитровой банке 16 огурцов добрый вечер дорогие друзья пятница у нас праздник ну так не знаю что за праздник спасибо моим подписчикам которые мне написали об этом в общем сейчас все узнаю 8 часов народу тьма честно говоря собиралась я очень быстро-быстро потому что у нас целый час не было света и я подумала что ну раз нет света праздник отменяется в 7 часов включили я попыха быстро-быстро стала собираться в общем если будет что-то интересное я конечно же вам покажу но сразу хочу сказать что здесь народ очень как-то странно реагирует на съемки на селфи палку в общем удастся мне снять конечно же покажу я одела свой джемпер мираж сумка моя макроме в общем вся такая красивая иду на праздник яблоку негде упасть народу очень-очень много много детей в общем посмотрим что же это такое говорят что грандиозное событие и продолжение будет завтра типа ярмарки это уже будет там в центре города а пока мы идем в нижний парк города чиплыгин оставайтесь друзья я думаю что будет интересно разбили много палаток всяких продаю вкусность и даже шашлык вам жарится много людей на смотровой площадке в общем посмотрим что это такое да 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 ну да 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 Управление там будет все по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Сейчас будут их туда вызывать, я не пойду. Управление там будет все по-по-по-по. Управление там будет все по-по-по-по-по-по-по. Управление там будет все по-по-по-по-по-по-по. Управление там будет все по-по-по-по-по. Управление там будет все по-по-по-по-по. Управление там будет все по-по-по-по-по. Управление там будет все по-по-по-по. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Светлейший римского и российского государств Князь и герцог Ижорский Александр Данилович Миншекер Господа, вот полюбуйтесь Сам царь Петр начертал план собственной рукой Пяти бастионам-балверкам дал название Виденье, слышенье, обоняние, скушение и осязание Открыть Европу для России и Россию для Европы Можно лишь в том случае Если все органы чувств страны обострить Как бастионные умы И защитить, как крепость Россия должна уметь сортов вид, остро слышать Чутко держать нос по ветру европейской политики Отязать друзей, встречать оскалом жалоб Я горд, что эта крепость стала первым сооружением Петра Возведенное им после возвращения Великого посольства Именно здесь были отработаны приемы Которые позже были воплощены при строительстве Петропавловской крепости А вы на славу потрудились, светлейший Александр Данилович В Петербурге содержу оркестр, композитора и 12 певчих Привык, что торжественные обеды всегда сопровождаются Петровскими маршами Продолжение следует... Строили Петропавловскую кусты Для богомолья отравия государя-императора Петра I И упокоения родителей своих Для украшения пустыни вызвал лучших художников Москвы Ах, есть на земле места, попадая в которые Чувствуешь необучайный покой и ненавиатворение Где жизнь течет, но торопливо и размеренно В трудах, в молитвах, в размышлениях о сути бытия И созерцание мира Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И нам здесь все знакомое Чудесный милый край Живёт и помнит нас И мы с тобой его сегодня вспомним Чудесный милый край Чудесный милый край Чудесный милый край Живёт и помнит нас И мы с тобой его сегодня вспомним Я люблю дома, не вон станет мне В дом на холдов, а праздник строится И среди войн дороги пыльные И как мяченица бьётся по мостам Чудесный милый край Чудесный милый край Живёт и помнит нас И мы с тобой его сегодня вспомним Чудесный милый край Живёт и помнит нас И мы с тобой его сегодня вспомним Чудесный милый край Живёт и помнит нас И мы с тобой сегодня вспомним И мы с тобой сегодня вспомним В региональный реестр нематериального культурного наследия Липецкой области Внесен объект «Песенная традиция» сел Холыбельская и Демкино-Чипотинского района Сегодня песен и традиции самобытного коллектива продолжают внуки и правдуки участников ансамбля первого состава Про логие морота, проходите, господа, первый мать пройдет, всем детей пройдет В первый раз прощается в дар, но нам запрещается, а на третий раз не пропустит Поиграем, поиграем В школу в поле полетели Заживали, заблудели Сели, челы на цветы Мы играем, ходишь ли Танцы жена, танцы жена, танцы жена От меня любит, от меня От меня любит, от меня любит И от меня любит, от меня любит И катори, как король паса Вокуси его, катором, катором И катори, как у каорет Абкадзор, наугад, по лесу И катори, как король паса На бакадзор, как и мулять, вела На все деньги, как у ки-а-коро Соткорзил, челы на угад Вокуси его, катором, катором Мы играем, ходишь ли Субтитры подогнали Симон. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!